Окунувшись в настоящую цирковую атмосферу, первая мысль, пришедшая в голову, стать артистом этого непростого жанра может далеко не каждый. Об этом говорит количество брестских циркачей, очень юных и постарше занимающихся в народном коллективе «Довгалы». Порядка 20 брещан часами не выпускают из рук булавы, шары и обручи. Здесь упор сделан не на количество, а на качество. Перед вами те, кто умеет ходить на ходулях, мастерски жонглировать и устраивать огненное шоу. Они – яркое украшение городских мероприятий. Здесь нет какой-то планки, что вот я вот уже что-то могу и мне этого хватит. То есть здесь все время идет рост какой-то. Научился одному – учишься другому. Научился что-то в этом жанре – можно освоить всегда другой жанр. Здесь растят будущих звезд мирового уровня. Многие воспитанники стали профессиональными артистами и уже работают на аренах мировых цирках России, Канаде, Китае. Но лучшим показателем здесь считают появление династий. Мало кто знает, что смысл заложен в самом названии студии. Оно далеко не случайно. «Довгалы» – имя коллектива – было унаследовано от фамилии династии труппы бродячих артистов, работающих на территории Беларуси на протяжении 400 лет. Продолжая традиции старого цирка, внедряя новые методы и формы работы. Эта миссия «Довгял» сегодня. Будем рады, если кто-то к нам придет, даже не имея какого-то опыта. Или имея какой-то опыт в других сферах деятельности, потому что мы всегда рады чему-то научиться новому. И сегодня дети воспитанников небольшого, но слаженного коллектива продолжают заниматься цирковым искусством. К примеру, Ксения Бычкова. Свой талант она переняла от отца. Говорит, что искусству удивлять, развлекать и смешить нужно учиться годами. Сейчас я не только артистка народного циркового коллектива «Довгалы». У меня уже есть своя студия холлокупинга. Мы с девочками крутим обручем. Это отдельное, как ветвь цирка. Это отдельное направление уже, целый жанр. Трудно начать, трудно объяснить ребенку, как что-то нужно делать. Но как только объяснишь, как только первые шаги получаются, они уже сами заинтересовываются, им хочется все больше, больше и больше. Цирк занимает в моей жизни очень много времени. Все свободное время я стараюсь посвящать ему. И кроме учебы, вот у меня цирк и учеба, все. Жонглирование и хула-хупинг. Этим жанрам циркового искусства здесь уделено максимальное внимание. В программу обучения входят не только различные виды циркового искусства. Проводятся занятия по хореографии, прыжкам на батуте, цирковой акробатике и танцам. Осваиваются также нетрадиционные направления. К примеру, недавно воспитанники студии начали обладевать фаер-шоу. Артисты этого жанра зажигают огонь, чтобы зажигать сердца. А что зажигает их самих? Зажигает, как лично меня, две вещи. Это сам огонь и реакция зрителей. Потому что все смотрят на тебя с открытым ртом, потому что это так круто, опасно. И это опасно всегда привлекает, наверное, людей. Потому что не каждый сможет найти в себе смелость и пойти на такой шаг. В копилке памяти «Давгял» сотни номеров, ярких выступлений и запоминающихся программ. В копилке достижений немало трофеев, грамоты, дипломы, благодарственные письма. Но к этому артисты относятся спокойно, говоря, что их главная награда – это признание и любовь зрителей. Виктория Осаченко, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Буктовая.